Здравствуйте! В эфире телекомпания Горд. Вы смотрите информационную программу «Время говорить» и главные темы сегодня. Пятеро смелых на кресло Рязанского мэра претендует пятерках конкурентов. Сейчас, как повысим, депутаты Рязанской Гордумы высказались за увеличение зарплат бюджетников. Пройдемте, гражданин! В Рязанской области прошла акция «Один день с участковым». А теперь обо всем подробнее. Сегодня стало известно, что завершен прием документов от претендентов на кресло главы исполнительной власти. В Рязани в мэры метят пять человек. Предприниматель Александр Очалов, безработный Александр Волокжанин, доцент радиоуниверситета Виктор Пушкин, военный пенсионер Виктор Желяй и, конечно, ныне исполняющий обязанности градоначальника Виталий Артемов. При всем уважении к военным пенсионерам и временно не работающим, равно как доцентам и бизнесменам, надо сказать, серьезная конкуренция Артемову вряд ли кто из внесенных в список претендентов окажет. Тем более, что дальнейшее движение, как сообщают официальные источники, будет таким конкурсной комиссией проверить все документы и сведения, представленные кандидатами, цитируем, осуществит оценку претендентов и по результатам рейтингового голосования представить на рассмотрение депутатов Рязанской городской думы не менее двух кандидатур для назначения на должность главы администрации города Рязани. Конец цитаты. Итоговое заседание конкурсной комиссии состоится в ближайший вторник, 19 ноября. Напомним о своем намерении принять участие в конкурсе на пост главы Рязанской администрации. Виталий Артемов сообщил в конце этого октября в ходе встречи с губернатором Олегом Ковалевым. Начальник региона посоветовал тогда Артемову разработать план действий на ближайшие пять лет. Если программа будет убедительной, то думаю, что депутаты Гордумы поддержат вашу кандидатуру, предрек губернатор. Как известно, из мэров в исполняющей обязанности Виталий Артемов трансформировался на первом заседании Гордумы второго созыва, так как полномочия главы администрации истекают вместе с полномочиями городского парламента. Напомним, Виталий Артемов родился в Рязани летом 1968 года. Окончил наш радиоинститут, а затем Московскую академию экономики и права. Работал инженером, а впоследствии руководителем предприятия энергетического комплекса. Пять лет назад получил должность областного министра ТЭК и ЖКХ, а в ноябре 2010 года стал мэром Рязани, сменив в этой должности Олега Шишова. К другим темам. Рязанские полицейские проводят рейды по выявлению фактов браконьерской вырубки деревьев. Операция «Лес» дает свои результаты, поскольку добыча древесины – бизнес мощный. Здесь масса нарушений и фактов коррупции. Да и как не нагреть руки на народных богатствах, если они почти не охраняются? Результаты полицейских рейдов знает Оксана Тебенихина. Лес – одна из самых денежных отраслей. Территория у нас большая и деревьев много. А некоторые товарищи, видимо, начали забывать о том, что вековые сосны и дубы – не только способ заработать личное состояние, но и народное достояние и богатство. В связи с этим рязанские полицейские из отдела по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями сейчас проводят рейды по контролю над добычей и реализацией леса. Для подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции данная сфера является приоритетной. И управление проводит мероприятие по декриминализации данной сферы экономики от преступных посягательств. Отмечу, что за 10 дней текущего месяца подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции проведена 31 проверка лесоперерабатывающих и лесозаготовительных предприятий. В том числе 12 проверок проведено предприятие лесозаготовки, 16 лесопереработки и 3 проверки в сфере реализации лесной продукции. Хотелось бы отметить и обратить внимание населения на то, что необходимо сообщать в органы внутренних дел информацию о незаконных рубках на территории Рязанской области. Еще о лесных делах едва набирает только обороты. Скандал с причастностью к браконьерскому отстрелу в Клепяковском районе Лося главы Рязанского Росприроднадзора Алексея Григорьева. А тут еще один лесной начальник встал на печальный путь, тот самый, что ведет к скамье подсудимых. Пришло сообщение Волжского межрегионального природоохранного следственного управления о завершении расследования уголовного дела в отношении начальника Кораблинского лесничества Ивана Момота. Он обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге. Следствием установлено, что в мае прошлого года между заказчиком Министерством лесного хозяйства Рязанской области и предприятием Кораблино Рязань-Лес был заключен госконтракт на выполнение работ по защите и воспроизводству лесов в границах Кораблинского лесничества. Работы, как у нас вводится, были выполнены не полностью, зато акты Момота писал красивые, подтверждающие все в ажуре, дело сделано на все сто. Но фальсифицированные бумаги ушли в Минлесхоз региона на оплату. Следователи выяснили, что на основании поддельных документов, составленных Момотом, Кораблино-Рязань-Лес незаконно получило свыше 570 тысяч рублей за работу, которую фактически не выполнило. Дело направлено в суд. Однако вернемся из леса в город. Сегодня прошло заседание Рязанской городской думы. Парламентарии рассмотрели несколько десятков вопросов, в том числе и о повышении зарплат бюджетникам. Подробнее расскажет Глеб Галушкин. На очередном заседании Рязанской городской думы депутатам предстояло обсудить более 40 вопросов. Во-первых, народные избранники должны были утвердить проект бюджета города на следующий год и на плановый период 2015-2016 годов. Депутаты ждут пожеланий от горожан по этому вопросу вплоть до конца ноября. Сейчас планируется, что рязанский бюджет сохранит свою социальную ориентированность. Также депутаты утвердили повышение зарплат некоторым категориям бюджетников. Надбавка у тренеров детских спортсекций и муниципальных работников культуры составит 5,5%. Еще одной важной темой заседания стало придание двум зеленым зонам Рязани официального статуса. По словам главы Рязани Андрея Кашаева, власти рассчитывают значительно увеличить в ближайшие годы число парков и скверов. В Рязани прошла акция под названием «Один день участкового уполномоченного полиции». 80 добровольцев, жители Рязани области, наблюдали в самом что ни на есть прямом режиме за работой участковых. Вместе с ними проводили обходы территории, общались с неблагополучными семьями и ранее судимыми, с подучетным элементом и всезнающими, но доверчивыми к мошенникам, пенсионерами. Романтика, одним словом. Впечатленные граждане даже оставили восторженные отклики в книге отзывов. А попробуй только не оставь. Ну это, конечно, шутка. А вот в том, что служба участкового опасна и трудна, лично убедился Глеб Галушкин. Ежедневно старший участковый полномоченный отдела полиции номер 3 Виктор Муравьев совершает подымовой обход на подведомственной территории. По его словам, за время этого рейда по железнодорожному району Рязани надо обойти несколько квартир, в том числе неблагополучных. Бывают, да, различные категории. Неблагополучные семьи, лица, употребляющие алкоголь, наркотические средства, стоящие на учете как ранее судимые, находящиеся под административным надзором, владельцы оружия. То есть список получается объемный, достаточный. И времени приходится много уделять этому. Ежедневно причем. Надо сказать, что нынешний рейд проходил накануне дня участкового уполномоченного полиции. Поэтому к своему участковому Виктору Муравьеву могли присоединиться все желающие жители железнодорожного района. Например, решила познакомиться с трудовыми буднями инспектора Мария Данчева. В сентябре у нас там случай произошел. В общем, соседям там дверь подожгли. Я вызвала пожарных. А пожарные сразу позвонили в полицию, потому что это был поджог. И Виктор Сергеевич сразу приехал. То есть мы вот познакомились при таких обстоятельствах. То есть на следующий день он пришел, также спросил, то есть все ли нормально, как это. Первый адрес – квартира, где по оперативным сведениям проживает предполагаемый владелец оружия. Впрочем, в ходе разговора с открывшей хозяйкой выяснилось, что эта информация не подтвердилась. Далее, уже в соседнем доме участковому нужно проверить жалобу от жильца, отравившимся недавно суррогатным алкоголем. Однако дом его застать не удалось. Опрос соседей показал, что мужчина, в общем-то, ведет приличный образ жизни. Жалоб на него у них нет. Виктор Муравьев говорит, что зайдет сюда еще вечером. Следующий адрес – общежитие. Здесь проживают люди, находящиеся под административным надзором. Хорошо, так. А почему не пришли, не отметились в этом месяце? Я не каждый день. Да и забыл, чтобы честно было. За время обхода к Виктору Муравьеву подходили простые жители и жаловались на шумные кампании под окнами. Участковый пообещал горожанам в самое ближайшее время разобраться с нарушителями. Так что работы у полицейского инспектора всегда хватает. И последнее на сегодня стало известно, что руководитель Роспотребнадзора по Рязанской области Сергей Сафонкин подал в отставку. Журналисты сразу связали уход с должности довольно высокопоставленного чиновника с недавним прощальным поклоном верховного Роспотребнадзоровца Геннадия Онищенко. Он стал помощником председателя правительства России, то есть не потерялся среди пенсионеров. А Сергей Сафонкин, по некоторым данным, начнет командовать областным центром гигиены. Издание Витсбок утверждает, что в беседе с корреспондентом Сафонкин сказал следующее. Все очень банально. Мой служебный контракт позволил работать только до 65 лет. Я уже старенький. Дорогу нужно давать молодым. Конец цитаты. На сегодня все. Увидимся завтра и подведем информационные итоги уходящей недели. Хорошего всем вечера. До встречи.